Имеджевый покой Министерства по надзвычайных ситуациях заявился у Мстиславским центры коррекционно развивающего навучания и реабилитации. Это еще один крок до развития инклюзивной адукации в районе лечить у центры. А еще это установка разом с яевых аванцами у дельники нашего доброчного телемарафона. Центру мы допомогали летать, и этим годом поддержка так само будет, поведомили у Белорусского детского фонда. Сярод первых наведывальников яркого покоя браты Малашенко, Мацвей и Кирилл. Або два хлопчики с асабливостями развития. Летось мы рассказывали историю часа телемарафону. Тады Мацвей имел потребу у вертыкализаторы. Сродки удалось собрать у тым лику, дякуючи навученцам Могилевского колледжа мастатства. Теперь хлопчик может полновартосно займаться с педагогом и по усім бачно ему самому подавается. Установы наведывают с два десятки деток з усяго района. Это два класса, да школьная группа, да еще одного выхованца, педагоги приходят домой. Но главное тут мкнуться до интегрованного навучения и выхования. Нездарма центр коррекционного навучения находится в одном доме с обычной школой. Разнообразное занятие и коммуникация, и основы жизнедеятельности. То есть все наши занятия направлены на то, чтобы ребенка социализировать в общество. Для того, чтобы дать возможность ему жить в дальнейшем, ну как можно самостоятельно выполнять все функции, которые ему понадобятся в жизни. Ну особенно вы заметили, вы попали на музыкально-ритмическое занятие. И очень любят и лепить, и рисовать. Ну особенно любят, конечно, музыку. Они у нас выступают, они у нас танцоры. Конечно, то, что они получают у нас здесь, ну я думаю, что в будущем им пригодится. Все летом Стеславский район уключился у партнерскую сетку школ устойливого развития. Так удалось объеднать важные проекты. Вот эти допоможники робят суместно навученцы Мстеславской гимназии и выхованцы центра. У таким же творчим супрационистов створены компьютерные гульни для детей с особливостями. И это ящераз означает, обмежевание открывает новые махчымасти. Это дети творчые и талиновитые. В планах создания еще одного мини-проекта, который объединит педагогов, работающих с детьми, с особенностями психофизического развития всего Мстеславского района. И будет разработана серия дидактических игр и мини-роликов, которые необходимы для развития детей младшего школьного возраста, дошкольного возраста и детей с особенностями психофизического развития. На развитие здольностей у этих деток и працуе у весь коллектив центра. И, конечно, тут рады любой допомозе и увазе. Летось в часе телемарафона установе, пажыдаю допомогчу звычайный могилючанин Игорь Ходас материалами для творчасти. Так, марафон – это махчимость для тех, кто мает потребу и тех, кто ожидает допомогчу, «Знасти один-одного». Мне хочется сказать слова благодарности всем, кто неравнодушен к нашим детям, кто неравнодушен к проблемам других детей. Ведь вы понимаете, что делая добро, наверное, оно к нам возвращается в своё время. Но это даёт надежду тем, кому оно сейчас необходимо больше, чем кому-либо. И даёт родителям надежду на то, что они не одни, и что невозможное – возможно. И есть дети, которые не могли пойти, но они пошли. Кто не говорил – заговорил. Ну и, конечно, это вселяет мысль о том, что всё-таки всё в этом мире взаимосвязано. И добро всегда побеждает. Сюлитарошением областного отделения Белорусского детячего фонда у центра заявится и электричный подъёмник на приступках для деток, яким тяжко рухаться. Бо на шляху до самостойного життя не повинно быть ни каких пирожкодов. И каждый из нас может заработать свою нёсику больше пауновартосную реабилитацию этих хлопчиков и девочинок. Кристина Кранкевич, Миколай Соболёв, Новины региона.